Листьев сколько уже насыпалось, а мы идем к бабушке с дедушкой. Сейчас в Галю Балованную зайдем, пельмешки она просила купить. Здрасьте. Заказывай, Назвай. А, нету. А, есть. Мотти. Какой? Я не знаю, писташка. Ну, бери. Пельмени, хачапури, пицца. Вот эти вкусные. Люблю бандерки. Девчатки работают. Варенички. Блинички. Шопош. Не-не-не, ничего не надо. Я говорю, видеосъемка начинается на стартнем мане. Марш всем приготовиться. Всем нравится, когда мы у вас в гостях. Дедушки там привет тебе передавали. Какой душевный человек. А наконец-то, дедушка, можно согласиться поставить зубы. Вот он не хочет зубы. А когда я ему по телевизору показала, как он душит. Ну, ничего, ладно. Нет, поэтому он согласится. Конечно, согласится. Что у вас тут в окошке, да, мини-эти, гординки? Бабушка поменяла шторки. Ой, постирала шторки. И теперь вот сидит, нанизывает. А потом, София, тяжело нам. Ты только на Софию наденешь. Ну, сейчас мы повесим. София, это. Я ж принесла, мам. Твой отпарив очищенный доехал. Да я же, ты знаешь, думала... Я свой принесла. Тебе вот такой заказали. Точно такой. Я понимаю. А сама знаешь, что думаю? А мне... Вчера мы зашли тут в магазин. Ну, брали мы... Ой, что мы брали? Что так? Отверточку. Отверточку. Вот я хочу сковородочку, крышечку отжать. Ага. Ага. И когда Аня будет выбрасывать сковородку... Ага. А я говорю, ты не выбрасывай. Я попробую с ней вот кислородно попробовать. Ага. Ну, ты же говоришь, вдруг оно съесть. Ага. А так я рискну. А открутить ручку. Ну, короче, не то. Купили мою эту самую... Отвертку. Отвертку. А кажу, а у вас случайно нема гладильной доски? А она каже, нема. Я вот так купила гладильную доску. Самая лучшая. А мне, это ваша... Поставила... Нет, ты же сама сказала заказать. Не, ну ладно, нехай будет, да. Ну, нехай будет. Да ты потом этим привыкнешь, и ты не захочешь гладильной доски. Ну, ладно. Не, как бы тут рядом. Дед бы взял подвижку и при... Ага. Ага. Понятно. Ну, ладно. Может, как бы это... Так. Я не буду носочкой. Ты шторы не будешь, да, вешать? Ну, не буду шторы. Постарала я их сюда. Гординку, да? Хорошо. Солнца уже не мая. Она длинная или короткая? Длинная. Длинная, да? Длинная. Ну, хорошо, сейчас сделаем. На, София, поотноси. Ага. Сейчас вы... Мы пельмени купили, то, что вы просили. Ага. И наггетсы. Я тебе хочу сказать, ну, так как мы в Награде, мы в Награде. Вы были с дедом, так сказать, гречанки, да? Ага. Ну, что, вот такое они купили. А это я купил треугольничек, но он не так называется. А ну, глянь, ты сказала, Награде, не нямай там. Житний. Житний край. Ну, нехай цей будет трошки. Попробуем, житний край. Написано, вышуканный смак. Не, нормально будет. Пушкаревский, он добрый, но он здоровый. На, вот это тоже забирай. В холодильник, в морозилку убери. Наташа, ну, и мы же решили попробовать с балованной Галей эти гречанки. Ага. Думаете, ой, как нам не понравились. Не понравились, да? Обыкновение брала курочки рябок. Добрый был. Замечательные все тут. А тут-то вся гречка аж пре, аж сыпается с этой гречанки. Не соли, не этого. Хорошо, я сейчас хотела сказать, дед, ну, брысь сразу две. Не, не, надо брать одно. Надо вот, вот знаешь, что вкусное, что не вкусное. Ну, совсем, ну, бурьян. Так что, нет. Я думала, Галя балована, Галя балована, и так и буду это, само вон и то. Мама, а ну, смотри, хотела, думаю, приду к тебе, спрошу. Мы вот с Аней пробовали там вот эту вкусняшки разную, эту икру. А я аж кричала тебе. Океан? Да. И девочки мне написали, многие написали. Креветочная паста, да? Нет, Наташа, это самое, не креветочная паста. Какая там креветочная? Это была паста океан, там было все, видать, перемеллены. Ну, а мне даже, я даже заходила в интернет, картинки смотрела. Вот тут такое, ну, бруском, вот такой розового цвета было. Ну, так оно было не на килограмм. Оно было упаковано... В упаковочке я увидела. Я думала, оно резалось. В упаковочке. И мы брали с Царства Небесной моей сестре, всего она меня научила, да? И один к одному. Каста океана, сливочное масло, хорошее. Я помню, оно очень было вкусно. Ну, вот сейчас мы берем, ну, не то, вот возьму, думаю, ой, сейчас я буду креветочное масло. Ну, не то, не то. Мама, это, ты говоришь, раньше там крутили все. Раньше крутили как положено, а не как сейчас все, и рога, и копыта, и все. Даже, знаешь, Наташа, в Донецк ездили, там же тоже магазин океан был, живая рыба, все. Ну, там брали всю пасту, но она была везде. Я помню ее вкус даже, вот она вкусная такая. Как она была добрая, помешала тестями, все, а теперь нету. Так что паста океан, даже хотелось забить, что туда входило, неужели туда, а я думаю, что там все... Прям креветки нарисованы, а мы сейчас для интереса почитаем. Мне кажется, там и мидии, и креветки, все было туда, и перемелено, и было, я думаю так. Так, это вам это, мы же там пооткрывали конфетки, вафельки, там, вот те черные конфетки, там, с мятой, шоколад, вкусные. Ну, попробуйте, только вот это же Камиле не давайте, вот это. Сами ешьте, вот ничего не надо ей давать. Нет, Собедок я даже оставила тебе такую. А это вафли, это другие, попробуйте, очень вкусные. А конфетки же все спиртовые. Да я ж вас давила, собачка, аж хотела сказать, так это, мы даже не знали, что мясо крылья, именно это, правильно. Океан, да, девочки написали. Женщина, думаю, молодец, женщина, я тебя поддерживаю. Мамочка, я глянь, что буду кушать. Моти. Я за гранатом взяла. Не, ничего я не хочу, ни моти, ни коти. Я боюсь, знаешь что, я кручу-кручу, а потом вдруг вишет, а она у меня на выворот. Она ж, она ж одинаковая, че не одинаковая. Да не, вроде я ж правильно, ну так я вишаю, не висит, нормально. Я поделила половину на 10 и то, а потом мы. Угу, хорошо. Пахнет, да, у тебя этим, амаретто? Амаретто, то ничуть, то чуть, то ничуть, то чуть. Да, дедушка сейчас поесть конхветку, сразу, ой, а шо мне так, блядь, против этого, против окна не хочет снимать. Потому что она, ясненько. Ну, всю ее, всю сразу раз, и там ее разжуешь. Вообще, Ля не хочет против окна снимать телефон. Как у людей это снимает. А мы сегодня смотрели Артурову рыбалку. Да. Как же он ловил эти, ой, скажи, кальмары. Кальмары, да, да. Я видела, он там купил какие-то крючки для кальмаров, и говорит, буду ловить кальмаров. Семен пришел, это самый, тоже на кальмары. И надо так. И споймал? Сразу ловил, ловил, ловил. Кальмаров, да? Сразу такую большую. О, надо же зайти и глянуть. Наташа, я просто думаю, хоть бы, может, что-то другое ловил. А он рассказывает, что он опускает на самое дно. А, ну, именно кальмаров ловил. Ага, кальмары, ух ты. Ну, как? Ну, что, вкусненько? Я. Еще бери, уже все повело. Все, повесили. Гординку, шторку. Мама постирала. Хорошо, да? Мы сначала одну гордину, потом говорят, да нет, давайте и шторки. А ну, как обрубыш, висела. Да, а со шторами хорошо. Тебе люстра нравится, да? Одного этого подсвечника. А что он там, поломанный один, да? Два. Два? А, да, да, свечечки, ага. Так красиво. А, да не, мы уже все заклеили. Такая грибка и страшная. Да, сейчас будем открывать. Что вам приехало? Келемы, Украина. Келемы, Украина. Мы заказывали в Келемы, Украина. Да, бесплатная доставка. Ага. Давай я буду снимать. Вот сейчас поднимемся, что нам приехало. Так. Мама выбрала, Аня заказала, я забрала. Ага. Доставим оплату. Мама, на. Вот этот может оставим, да? Пленка. Ага. Ну, Лянь, как упаковали, хорошо. Так. А ну, дедушка, ты тут мотал, мотал. Сейчас я вот так. Надо, иди туда. А сейчас, сейчас, сейчас достанем. У тебя все размоталось? Давай я так брю. Давай я тяну. Давай. Сейчас. Сейчас. Тогда он и не надо. Ну, может быть... А не, еще на таком... Вот закрытый. Ага. Это нужно снять. Сережка. Ой, хорошенький. Мне уже нравится. Так. Красивый. Мне бы мир наград такой. Я думала такой купить. Ой, какой красивенький. Класс. Так, забирай. Клэмы Украины. Подождите. Подождите. Вот это убираем. Ага. Нам же ж надо тут... Раз этот... Сейчас расстелим. Потому что они говорят, у нас ножки мерзнут. Они хотят по коврику ходить. Все. Он не такой толстенький. Там разная ворса есть. Наоборот, тогда получается. Нам вот так надо. Вот так? Да. Вырезают... Мам, ты туда лезешь. Вырезают как хочешь. Вырезают разными размерами. Даже вот так, да, мам? Да, вот так. Как закажешь? Так, а мама так переживает. Говорит, представляю, женщина заказала, говорит, они два часа... Час сколько? Вырезали. Два часа или больше? Ну, она говорит, мы два часа вырезали. Да. Она потом отказалась. Говорит, я нашла дешевле. Они вырезали. Там ножка, там заворотик, подворотик. Говорит, и куда нам теперь его? Ну, куда его теперь? Ага. Да. Не-не-не-не, сейчас мы будем укладывать. Красивый, да? Такой. Ой, какой он приятный. Обалденный. Надо Ане такую в спальню. Обязательно. Подарю-ка Милочке. А так оно идет вот... Красиво. Мама не поймет, говорит, не знаю как. Мне нравится. Хорошенький ковер. Всё, мы его везде застелили. Мы вымеряли размер. Вот этот ковер вышел... Сколько? Ну, три с половиной. Три с половиной. Три с половиной тысячи. Это как вот этот вот... Мраморный он, или как он называется. Но мы брали невысокую ворсу. Но я думаю, этого достаточно. Да, нет, это дороже. Не надо сильно. Там была потолще. Я говорю, не надо. Вот эта тоненькая. Ну, да. А ну, фонарь включу. Он так красиво переливается. Да? Угу. Ножкам так удобно ходить. Класс. Красиво. Всё. Мама говорит, я к Новому году готова. Шторы повесила, гордину повесила. Ковер купили. Всё. Даже не знаю. Может, надо было брать более с желтизной. Мы их прям сильно серый выбрали. А пусть будет так, да? Ну да, сердце. Ну, просто у тебя, видишь, сочетание такое. Ну, шо, мама, всё твои все или ещё там что-то? А, едет этот твой. А едет ещё мой заказ. Отпариватель. Да. Да, отпариватель маме заказали. Потом сравним. Выбрала, нашла такой, как и у меня. Шестьсот софей, пятьдесят, по-моему, да? Или сколько? Мы твои, мои гордины отпарили, а потом мой придёт. Хороший. Мама говорит, будет мусор видно. Да ничего не... Ну, если чёрное упадёт, да, а светлое ничего не будет видно. Да, уважаешь, есть пылесос отличный. Не-не, мне такое ощущение, что это мука рассыпанная. А, тебе как уже мусор, да? Да, что-то как вроде рассыпанная мука или шо-то такое, знаешь. А с этой стороны он вообще по-другому ума смотрится. Вот я сижу, он такой, видишь, как... Да и здесь, там... Я забыла, как он. Хамелеон какой-то называется. В общем, колымы Украины. Заходь ты, выбирайте. Какие хочешь колымы и доставка по Украине бесплатная. И в Инстаграме они, и в Ютьюбе есть. И даже под ванну вырезают. Или какие надо делать. Да, все разными узорами делают под ваш заказ. Ну, у нас просто было по-прямому. Все упаковано отличненько. Ой, я поздравляю вас. Хорошо, так приятно. Курьер привез прямо... Да, под дом. Да, курьера мы заказали. Я хотела на почту, а у меня почта не принимает такой размер. Да и вот с почты тянули. Ну да, да, мне было далековато. Замечательно. Класс. Все, поздравляю вас. Все. Теперь я могу идти домой. А что вам еще надо? Гладильная доска, ты говорила. Ну, мам, давай ты вот купишь себе. Ты вот этим сама погладишь. И потом ты решишь, надо тебе гладильная доска. Например, мне не надо. Я не пользуюсь. Я только этим утюгом пользуюсь. Ну, мы вчера как были в этом магазине, если бы была гладильная доска, я бы ее уже и купила. Ну, ее нету, думаю, ладно. Хорошо. Так, ребятки, привет вам еще раз. Пришла я домой и почитала ваши комментарии. Пока у мамы было там некогда мне было. Ой, мне так приятно. Знаете, как одна дружная семья. Я вам искренне благодарна. Еще никто, конечно, ничего не сделал. Но вы написали, вы откликнулись. Осталось дело за Мариной. Я утром выпускала вам видео. Ой, так хочется, чтобы все получилось. Сейчас даже зайду. Я ей писала утром. Она еще не ответила. Я ей написала, что привет, Мариночка. Сегодня я записала видео о том, чтобы помочь. Не надо стесняться. Ты не просишь. Мы сами тебе хотим помочь. В общем, чтобы она решила вопрос с карточкой. Я ей сказала, чтобы когда дочка пойдет в банк, карточку будет оформлять, чтобы сразу установили лимит. Потому что, например, на моем опыте бывает, когда скидываешь кому-то деньги, бывает пишется, лимит ограниченный. Или как. В общем, например, карта принимает сумму на определенную сумму. Когда там, например, какое-то количество денег собралось, все, больше не берут. Или в сутки, например, определенная сумма. Больше нельзя, чтобы сразу они в банке предупредили. В общем, я буду с ней держать связь. Не ответила она мне еще. Он длинный... Ладно, длинный комментарий. И тишина пока. Когда она была на связи. Я сегодня в час дня записала смс. В общем, жду от нее, ну, карточку. Вот она, если сделает ее... Ну, не она, а дочка, там, пусть ей поможет, потому что она не ходит. И мы поможем. Я прям очень была удивлена. Прям от чистого сердца вам пишу. Ребята, огромное вам спасибо. Кто-то дозвался, говорит, пишите, скидывайте карту, все. Ну, в общем, она скинет. Я потом видео выпущу, когда все решится. И вот я посмотрела... Сколько же у меня на этом видео? Сейчас гляну просмотров, ребят. Там вообще, я говорила, тысячу человек. А нам бы и меньше на таких просмотрах можно было... Сейчас гляну. Вот 14 тысяч просмотров это видео. Вот за 7 часов набрала 14 тысяч. Да это вообще там по минимуму каждый бы скинулся. И была бы эта сумма у нее. Потому что, да, сейчас очень тяжело. Я рада, ребят. Очень приятно. Все так, ну, хорошие слова написали, комментарии поддержите. Поддержка, да. Вот каждый друг дружку должен поддерживать. Хоть чуть-чуть. Какой-то там... Разные истории понаписывали. Там написали. У меня не всегда высвечиваются все ники. Ну, как канал называется. Там кто-то помог. Там дедушке возле магазина хлеб вы купили. Как он рады был, делал. Там и стихи написали. Спасибо вам. Так приятно. Вот когда люди друг дружку могут поддерживать. Не упрекать чем-то, а поддерживать. Конечно, не обошлось и без упреков. Ну, ну, это такие люди. Что ж сделаешь? Все мы разные. Может, человек часто обжигался на таком, но уже не верит. И можно и в их положение войти. Вот. Так что вам огромное спасибо. Надеюсь, так же, когда я выставлю... Я не знаю, как назвать видео. Но напишу, вы будете понимать. Сбор для Марины. Ну, вы поймете. Как-нибудь я так назову видео. Но надо, чтобы она ответила. Сейчас еще напишу Наташе с Артуром. Они тоже с ней общались. Ну, те, не вчера, позавчера. Чтобы Наташа еще и там, чтобы они подсуетились. Ну, чтобы сделали быстрее карточку. Она еще восстанавливается после операции. Ей не могу другую сделать, потому что слабый иммунитет. В общем, там, свои здоровья. В общем, чуть-чуть надо подтянуть здоровье для того, чтобы ей сделали операцию. Ну, я говорю, ты не нервничай. Я еще до этого, как с ней переписывалась. Я говорю, восстанавливайся. Ой, так хочется помочь человеку. Вы представляете, как мы все по чуть-чуть, по крошечке сможем человеку сделать такую... Ну, оказать такую помощь. Это очень тяжело. Вот взять... Каждый может, не дай бог, в таком положении оказаться. Молодцы. Сейчас буду дальше читать ваши комментарии. Еще дочитаю. Водичка в батареях журчит. Так, родители рады за ковер. Им ножкам было холодно. Они в тапочках вроде бы ходили. Я говорю, мам, я не забрала свои ковры из дома. Я бы тебе их отдала. Они у нас не поместились в машину. Так они в спальне остались. Трубочка скрученная лежать. Ну, ничего. Пусть они там себя порадуют. Знаете, как им тоже. Сидели, обсуждали там с мамой. Мы разговаривали про людей, которые выехали. Не всем легко, очень тяжело многим людям. Очень. Работу найти, снимать квартиру, оплачивать. Все это тяжело. Кто особенно сам. Не хочу просто в видео говорить, о ком идет речь. Но просто с мамой так поговорили. Из-за тех, из-за тех. Некоторым очень тяжело. Прям сильно тяжело. Я даже не знаю, как люди выживают. И это ни один, ни два человека. У нас много таких людей. Ой, дай Бог, чтобы у всех все было хорошо. Чтобы эта проклятая война побыстрее закончилась. Чтобы мы жили всемирно. И вспоминали это, как страшный сон. Когда это все будет? Никому не известно. Колька ко мне пришла, она за мной. И соскучилась. Соскучилась. Я ее сегодня до мамы не брала. У нас утром дождик шел. И думаю, ладно, тут ковер привезут. Не, надо туда бежать. Я думала, вдруг по дороге буду идти уже курьерной. Позвонил, так, курьер долговато что-то ехал, так, поздновато приехал. Я уже домой собралась уходить. Я говорю, София, ну выйдите с дедушкой тогда, заберете. Он не сильно тяжелый. Ну что, в лифте там подняли и все. Потом думаю, ладно, уже дождусь. Расстелили, постелили. Прямо тепло, уютно и хорошо. Ну вот. Снова я к вам наболтала. Тут уже, ладно, тогда я буду с вами прощаться. Спасибо еще раз вам всем огромное. Прям, не знаю, дай бог, чтобы так все и получилось, когда мы выставим карточку. Надеюсь, так и будет. Все, мы, знаете, как единая семья с вами. Приятно. Мы должны это сделать. Все, тогда я с вами на сегодня прощаюсь. Всем, не знаю, утром выставлю видео или вечером. И тихого дня, и тихого утра, и тихой ночи, когда оно там будет, потому что. Берегите себя. Мало как тут уберечь, да? В общем, все, тогда, да. До следующего видео. Все, потом я сообщу. Я обязательно вам скажу, что будем делать сбор. Дай бог, дай бог, чтобы все так и получилось. Все, девочки, мальчики, всем пока. Всем пока. Видишь, какие у нас зрители? Самые лучшие. Самые лучшие зрители. Все, пока.